Фундаментальные изменения мира – православный ответ. Такую тему обсуждали в жаркие июльские дни в Солониках православные депутаты из 27 стран мира в рамках ежегодного форума Межпарламентской Ассамблеи Православия, МАП. Глобальные изменения, как экономические, так и политические кризисы, нарастающие миграционные потоки, усиление милитаристских настроений, повышают градус напряжения во всем мире. Многие из депутатов национальных парламентов сомневаются, что православные должны активно пытаться изменить мировую ситуацию. навязывать свое видение и пути разрешения кризиса. Я боюсь, что мы с этим не справимся, поскольку православие никогда не было такой наступательно-агрессивной религией. Православие было более направлено на внутрь человека. Я думаю, что просто своим личным примером и своими личными достижениями, как частными, так и государственными, мы можем явить мир в новую возможность развития. В древних племенах были люди, у которых было влияние и значение больше, даже чем у жрецов. Это были хранители огня. Когда огонь производила молния, и люди не знали, как делать огонь, вот хранители огня были исключительно важными людьми, они обеспечили выживание. Вот те, кто обеспечивает выживание православных традиций и взглядов на вещи, это хранители огня. И я считаю, что сейчас очень важно не дать неолиберальной светской религии задушить вот тот огонь, который бьется в очаге. И поэтому у таких организаций, как Ассамблея православия, и у других общественных организаций, которые занимаются поддержанием вот этого традиционного, прошедшего испытания веками взгляда на вещи, окажется исключительно важная задача. В резолюции, которая была составлена по итогам работы Ассамблеи в Солонниках, православные депутаты отметили кризис общеевропейского проекта, в котором главный голос приватизировали технократы из Брюсселя, а народы Европы лишены фактического контроля над политикой и политиками. Депутаты выразили озабоченность действиями турецких властей, которые возобновлением мусульманских практик меняют светский статус Святой Софии. Также призвали международное сообщество отреагировать на продолжающуюся турецкую оккупацию с северной части острова Кипр, где нарушаются права оставшихся там греков и беженцев на отправление культа, а также на продолжающееся осквернение более полутысячи храмов. Депутаты-участники МАП призвали Израиль прекратить оккупацию Палестины и признать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Также депутаты призвали международное сообщество сделать все возможное для существования христианских общин на Ближнем Востоке. Должны предприниматься серьезные усилия ради продвижения вероисповедной свободы на Ближнем Востоке и уверенности в том, что религиозное разнообразие будет защищено в идеологическом плане, потому что идеология многих стран Ближнего Востока не уважает разнообразия, свободы совести. Должны быть реальные решения мирового сообщества, которые бы показали, что эти фундаментальные свободы важны. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Салоники. Греция.